всех приветствую на нашем канале дорогие друзья в роли пациента сегодня у нас будет выступать если распая 57 42 g с очень интересным поведением не берусь сказать насколько будет интересна неисправность но поведение на данный момент вызывает у меня некий даже интерес и так обращаю ваше внимание аккумулятор установлен в ноут осталось дело за малым подключить к лабораторнику так как потребление токоплатой нам может сказать о многом по крайней мере для меня очень важный момент чтобы я визуально мог контролировать что происходит с потреблением когда я подключаю ту или иную плату к лабораторному блоку питания и так подключаю сразу резкий рост потребления загорелся индикатор подключения зарядки ну зарядки аккумулятора но в принципе это не все дальше больше теперь пройдет некоторый промежуток времени к сожалению статистики у меня пока нету так как уже говорил только взял ноутбук руки ну и вот она проявилась он у нас занимается автовключением все это дело цикличное пришел включается спустя некоторый промежуток времени потом он выключается секунд через пять это все циклично повторяется при этом момент включения потребление увеличивается вот смотрите ну пиковая наверно ампер двести двести семьдесят даже почти ампер триста ну и короче этот все дело продолжается откидываю сейчас лабораторник и автовключение не так и так что я еще подметил если мы извлечем аккумулятор из данной машины и подключим все так же к лабораторному блоку питания то смотрите что будет происходить подключаю сразу резкий рост потребления 543 миллиампера кушает наш ноут наша платка и точно также автовключение через определенный промежуток времени единственное что в момент автовключения у нас ну наверно пиковая ампер 100 даже ампер 175 потребляет плата в таком режиме и опять же все это дело без остановки постоянный идет у нас автовключение 5 секунд выключается опять включается короче циклично для того чтобы выяснить в чем же причина такого поведения необходимо разобрать ноутбук доплаты чтобы был доступ к измеряемым элементам чтобы можно было произвести контрольные измерения и посмотреть чего же не хватает что же не так ну и в принципе сделать какие-то выводы да исправить данную поломку поэтому чтобы наверно не забивать фирное время не растягивать видео я сейчас выключусь разберу до платы вот и непосредственно уже извлеку ее и тогда продолжим плату я достал из корпуса в ноуте установлена плата от компал ла-5894 п ревизии 1.0 и очень кстати напоминает мне 59 11p та которая на амд платка с часто умирающими 2001 мостами ну да ладно такой алгоритм действия ну как уже говорил а очень смущает потребление в дежурном режиме ну перед тем как происходит автовключение там потребление потоку по моему в районе 560 миллиампер сейчас покажу сейчас покажу так лабораторник видим вот смотрите я включаю даже 600 миллиампер 570 560 все произошло автовключение ну такого явно не должно быть что-то что-то у нас неисправно вот имеет низкое сопротивление и соответственно образует такую токовую нагрузку что хочу я сейчас померить скорее всего здесь будет дежурная 3 3 5 вольт силовая появляться практически сразу вот до нажатия на кнопки на кнопку включения сразу будет после того как появилось 19 вольт на плате вот сформировалась у нас лдо дежурка скорее всего практически сразу будет и подыматься дежурка силовая 3 3 5 ну уже который импульсно сейчас это напряжение померяю так все видно да лабораторник мультиметр включая 3 3 есть 5 есть так платка включилась сейчас я выключу хочу еще померить наличие других напряжений до момента когда произойдет автовключение пустота пустота питание видака пустота могут это уже произошло автовключение так опять выключу ничего нету никаких других напряжений не присутствует до момента включения ну автовключение присутствует только силовая дежурка из этого могу предположить что потребитель у нас висит либо на линии 3 3 силовой дежурки либо же на линии 5 вольт силовой дежурки ну и исходя исходя из того что потребление довольно таки высокая что-то будет греться можно пройтись по микросхемам которые в первую очередь пытаются а вот найдено найдено то что у нас греется это ребят сетевой контроллер сетевой контроллер он у нас сразу запитан так как у всех современных сетевых контроллеров есть функция по моему называется вайкап лиланды вайкап а вот браткомовский сейчас покажу термометром как сильно он греется короче есть у них функция которая называется вайкап это для того чтобы можно было включать ноутбук удаленно по сети сейчас установлю чтобы это все дело просматривалась в камеру видно термопару на сетевой контроллер и включая блок питания смотрите как активно набирает температуру корпус микросхемы уже 70 градусов 80 90 100 ну дальше я не вижу смысла греть а вот чтобы на нам тут не твои владел поэтому прежде чем продолжать ремонт ее надо убрать платы отпаять демонтировать так как потребителям на данный момент является является сетевой контроллер так сейчас я его отпаяю и посмотрим что получится дальше без сетевого контроллера ну 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 и все Продолжение следует... 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 быстро и легко спасибо за внимание надеюсь было интересно всего хорошего подписывайтесь на канал пока